Я сначала, слушай, извини, говорю, но ты, блядь, вот это твое платье, оно реально, блядь, как будто пугало, короче. И она такая, что, блядь? И, короче, и после этого она слушала каждое слово, блядь, которое ей сказал. Мишу называли на тренинге Миша Лавочник, потому что он в первый же день тренинга на лавочке, а его женщина. И там мамка, наверное, уже с вами есть утрами. Так, давай, Люда, позвони, пойдешь на свиданство. Мужик, здорово, у нас к тебе вопрос. Сколько раз за эту неделю ты видел красивую девушку, но не подошел к ней? Или за месяц, или за день. Я думаю, что очень много, особенно если ты живешь в каком-то достаточно крупном городе. Вот что я тебе скажу. Путем своего личного опыта и опыта работы с людьми, которым почти 12 лет, я вывел цифру, которая объективно и по факту 99% мужчин поможет чувствовать себя спокойно, легко и комфортно. Нужно подойти и пообщаться 300 раз. То есть 300 подходов – это то, что тебя спасет. К разным женщинам. А теперь у меня к тебе следующий вопрос. За какое время ты сможешь пообщаться с тремя стами женщин? Как ты думаешь? Как ты думаешь? Сейчас такая должна быть пауза и, значит, такой сигнал отвечает команда. Прямо сейчас напиши в комментариях, за какое время ты сможешь с ними пообщаться с тремя сотнями женщин. А что если я тебе скажу, что ты сможешь пообщаться с тремя сотнями женщин всего лишь за 4 дня? 4, мать его, дня. Как это произойдет? А произойдет это следующим образом. Значит, тренинг-практика в Москве. Москва – это город с огромным количеством красивых женщин. Я думаю, что, наверное, с самым большим количеством красивых женщин в мире. Представляешь, 5 часов практики в день. 3 дня так и 3 часа практики отдельно. Допустим, даже если 15 часов практики. При наличии огромного количества красивых женщин, если ты будешь подходить к девушкам каждые 3 минуты, ну, и с каждой там минуту, 2, 5, 10 общаться, неважно, посчитай сам, сколько девушек поместится в это время. Если ты спросишь, а буду ли я подходить, или как это так, это же нереально, ты будешь подходить, потому что ты попадешь в такую ситуацию, в такие условия, скажем, в такое общество. В такую среду. Да, в такую среду, где у тебя просто не получится этого не делать. 80 коммуникаций полных. Это мы считали целый год. Мы не зря целый год замеряли все эти цифры. И сейчас я могу тебе смело сказать в цифрах. Не менее 80 полнейших коммуникаций с сообщением, там, с телефонами, с чем угодно. И огромное количество. 300 это даже мало. Просто приветов, приветов, комплиментов, обменов взглядами, не знаю, каких-то там шуток, не шуток и так далее. То есть, благо, женщины позволяют. Опять же, отсюда отвечаю на наболевший вопрос. Когда вы приедете проводить тренинг в Красноярск? Никогда. Потому что Москва самый тёлкоёмкий, извините за мой французский, город во вселенной. Твоя задача приехать именно сюда, быстро научиться, за 4 дня собрать максимум информации, которую мы тебе дадим, и ты её обязательно применишь сразу же на практике. Ты не только будешь говорить привет, ты будешь проводить свидания, брать номера телефонов, ты будешь проводить свидания прямо сразу с полей. У меня начинает трястись рука, потому что она уже встаёт. Поэтому продолжай смотреть видос, узнавай, как это происходит всё на практике у наших учеников, которые прямо сейчас тебе расскажут, как у них это произошло. И записывайся, оставляй заявку. Мы ждём тебя на следующий поток. Ссылка под этим видео. Тебя спасут 300 подходов. Это та цифра, которая позволит тебе реально почувствовать максимальную лёгкость и комфорт с самыми красивыми девушками, с любыми. Да, топ-одна фраза, которую говорят мне ученики после тренинга. Блин, почему я не начал это раньше делать? 300 девушек, они ждут тебя уже сейчас. Ссылка под этим видео. Оставляй заявку, с тобой свяжется. И мы увидимся с тобой на нашем тренинге практика. И порвём Москву. Вырубай, Дэнчик. Пау. Прежде чем вы там продолжите, кто вчера за вечер набрал новых номеров телефона? У кого сколько? 8. 8. Это у кого 8? У Рафа. А у тебя сколько? У меня с Горома один, а вообще другие просто классные выглядят. Там пару штук, 4-5 может. У меня свиданка вчера была. Свиданка. Офигеть. Не задавались такой задать. Ну с этой тёлкой я познакомился до тренинга где-то там, ну не знаю. Где-то там это где? За неделю до тренинга. А ты, ну, здесь живёшь, в Москве? Да. И ты решил вчера вызвать? Ну, короче, она мне сама пишет, я, короче, в бар иду, давайте по со мной. Вот. И у меня, кстати, вопрос есть. А микрофон там рядом, да? Да. Вот. Я как-то, ну, и никто там с ней, друзья её не пошли. В общем, я пришёл, она сидит одна. Ты её с друзьями звал, что ли? Нет, она, она говорит, я хочу с друзьями, но они не пошли, давайте по со мной. Давай, что с тобой, раз уж никто со мной не пошёл, ты так, ты у меня что-то. Чувак, опять же, не надо вот там слушать то, что они говорят, сам факт. Может быть, там никакие друзья и не намечались, просто она подумала, какого хуя он мне звонит уже, дай-ка я сама позвоню, ну, только отмажутся. Вообще-то я собирался. Не, мы просто собирались встретиться, но там как-то не получилось, и тут вот сама сама. Короче, это, ну, мы пришли, она сидит в баре, в общем, мы с ней там что-то посидели, пообщались, пообжимались. Короче, она говорит, я хочу танцевать. Я говорю, а я её пытаюсь, ну, давай, типа, короче, ну, пойдём в тихое место, посидим, пообщаемся. В общем, она, блядь, нет, я, говорит, хочу танцевать. Я тебя сейчас прямо на секунду перевью, пока не забыл, и я-то уйду. Короче, когда Миша Гринберг, там, ну, у нас была общая знакомая, Наташка, короче, потом, ну, не только знакомая, короче. В общем, была там одна женщина, она такая адекватная, она рассказывала, как с ней Миша познакомился, там. Мишу называли на тренинге Миша лавочник, потому что он в первый же день тренинга на лавочнике, а его женщина. Он сам вот этого от себя такого не ожидал. И он любил привозить там девок на набережную, у неё была такая 99-ая, белая, лакированная. И, короче, говорит, вот эта Наташка рассказывает, как бы, со своего, со своей стороны, как это было. Говорит, мы приезжаем на набережную гулять, типа. И, говорит, типа, он такой пересаживается ко мне на сзади сиденья, и со мной, ну, типа, начинает у меня там кинестетить, и всё проще. А я, говорит, такая, говорю, слушай, ну, открываю дверь, такая, слушай, ну, пойдём погуляем, вот такой, знаешь, такой, закрываю, такой, туда нельзя. Она, говорит, ну, в момент я поняла, что всё, блядь, туда нельзя. Ну, наверное, так же, да, такая, пойдём танцевать, к чему, туда нельзя, блядь. Не, и вот мы стоим, в общем, перед этой дискотекой, я её, короче, за жопу беру, короче, ну, как бы, обнимаю, но, блядь, у меня вот, видимо, надо это как-то разузнать, то есть, губы мне не получилось её поцеловать, то есть, она, блядь, всё время уворачивается, там, пиздец, пиздец. Ну, давай так, это отдельная тема, по свиданиям она будет чуть позже, сейчас мы всё-таки хотим, ну, вот. Смотри, смотри, ты свиданку провёл, ты упражнение сделал, которое вчера давали, ну, задание, вернее, которое вчера давали. Горломы? Ну, горлом, чего у вас там ещё было? Ну, голым, да. Взять сколько? Пять. Бля, ну, телефонов я не взял, потому что я поехал к этой тёлке. Ну, вот, вот, это я и хотел услышать, то есть, самое главное, что вы делаете на тренинге, это задание. Если бы ты поехал, ну, взял пять номеров и поехал к тёлке, ну, на здоровье, но не должно быть такого, что это ущерб себе, потому что для тебя главное сейчас это, поехал к тёлке, потому что она тебя позвала. Ладно бы ты ещё и сам позвал, ещё может быть, но сегодня будет у вас свидание, ну, просто нагони, тогда возьми на пять номеров больше, чем сейчас будет у тебя. В целом все здания я сделал, хотел сказать такую вещь, что для меня тоже было важным таким для себя открытие. Мне в целом было до тренинга тяжеловато подходить, знакомиться, то есть, ну, прям, к тем, кто мне нравится, вообще не подходил, в принципе. Вчера, вообще, там, кульминацией вечера было то, что встретился тут с товарищем, с одним, мы с ним случайно попали в сет из четырёх девушек. С товарищем с нашей группы? Да, 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 привет, Жень. Вот, соответственно, мы с ним чуть заранее... Не хотел палить его, но привет, Жень. Чуть заранее с ним договорились просто, как будем действовать, и вот попали, зашли в кафе, там, с ними сели. С ними сели, и вместе работали очень хорошо, соответственно, внимание всем девушкам уделяли, старались заинтересовывать. Ну, то есть, именно так, что... Делали так, чтобы они нас заинтересовывали, работали со всеми. Исправился, молодец. Непонятно, кто с кем, в общем, кто кому интересен. Там всякие дисквалификации, квалификации, всё вот это, короче, было. И это было реально очень прикольно сделать. И я на какой-то момент поймался на мысли, что ещё буквально два дня назад мне было страшно просто подумать о том, что я подойду к какой-то девушке, и это пиздец. И даже потом, короче, у нас там ничего не получилось, я проанализировал мысли, там, свои ошибки, что сделал не так, уже понятно мне было, что можно делать было по-другому. Просто сам факт, что когда ты потом уходишь, идёшь домой, думаешь, что это было охрененное приключение, и оно происходит только тогда, когда ты идёшь, там, какая-то девочка, что-то она морозится. Ты просто встал, тупо пошёл дальше, да иди ты нахер, я вот пойду в следующее, и у меня там живёт офигенное приключение, а не так, что ты морозишься, и я, блин, мудак, и всё, я плачу и ушёл. В обычной жизни люди впадают в многодневную депрессию, там, не знаю, пассивность, ну и всё, как так, меня послали. А здесь ты попадаешь в ту историю, когда ты только придёшь, ну, идёшь такой с грустным лицом, Юра, меня, Юра такой, да-да, ты мне сейчас всё расскажешь, вон, видишь ещё одну. Ну, я обычно так делаю, думаю, они так же. И в этот момент ты понимаешь, что, блядь, надо идти к следующей, к следующей, к следующей, и ты даже уже перестаёшь думать о том, кто тебя послал, кто тебя не послал. Вот, я как раз так сказать об этом, что после того, как я это понял, я вообще понимаю, что сейчас мне вообще не страшно подвоить никому, я просто похеру уже. Круто. Спасибо. Кому-то в следующую. Я, короче, хотел рассказать про, ну, на Патриках. Подошёл к одной девушке, познакомился, ну, тоже начал горлом, а потом, ну, думаю, не буду продолжать, потому что, ну, как-то она мне понравилась, думаю, продолжу знакомство обычно. И что-то мы с ней пару минут там вокруг этого пруда прошлись, и я прям чувствую, она мне прям реально интересна, не просто вот как задание, а прям вот... Ты решил опять стать дамским угодником, да, вот в честь этого? Нет, ну, нет, всё нормально, я взял у неё номер, потом, ну, я её обнимаю, я прям чувствую, что она меня прям сильно обнимает. А она торопилась в этот момент куда-то? А ни у кого не пришла в этот момент мыслить, что, а почему бы сейчас не продолжить вечер с этой женщиной, куда-то пойти выпить или погулять, там, ну, и в конце концов проснуться с ней в отеле или у себя на хате. Она одна на Патриках была? Одна была. Ну, а чё, что ты её отпустился, да, тем более сам чувствуешь, что она тебя обнимает. Ребят, ну, это нормально, это стандартные какие-то типичные ошибки, да, но вы должны хотя бы потом на следующий день так сидеть, такие, ёп твою мать. Ну, я подумал об этом потом, потом. Но сейчас надо вот это расстояние от подумал потом, да, ёп твою мать, сократить до секунды, чтобы такой, ладно, я пойду, ёп твою мать. А, подожди, я ещё здесь, короче, не-не, давай гулять пойдём. Многие девушки пятница вечер, да, или суббота вечер, как сегодня, в принципе, выходные дни, но если рассматривать как-то там тех, кто работает фулл-тайм постоянно, они красиво оделись, то есть из них не у всех есть парни, и тем более, что там любимые молодые люди, да, и так далее. Не все они счастливы в отношениях или у них вообще эти отношения есть. Они идут, ну, как сказать, они тоже в некотором роде предпринимают со своей стороны какие-то действия. Они внешне кажутся пассивными, но вы нихуя не видите, как она 2 часа до этого там, блядь, тебе красит там, ебало и так далее. Сбревает спину этими, блядь, с шугарингом. Вот она оделась, она вышла, пошла гулять, как бы, она ходит там, где, в принципе, рассчитывает, что какой-то чувак подойдёт. Тут подходит охуенный футболист. Кто он? Неймар, нет? короче ты можешь им говорить я футболист я тут на и мара они будут верить тебе да и он еще и охуенно общается то он ее еще и обнимает играть я пошел даже по такой логике понимаешь ну не за кто-то другой за это время пока ты там ее оставил мог и подойти нарисоваться и все и то есть ты мог бы ее потерять поэтому тут надо по-быстрому уловить момент есть представь ее огорчение в этот момент такой парень я готова была гулять но у них есть вот этот женский момент до что как я сама ему не могу предложить некоторые предлагают так типа а вы уходите все да все уходите что ли прям уходите что она не могут чаще всего вряд ли она скажет чувак так пойдем гулять что ты это скорее всего он это не скажет понимаешь и вы должны не тупить то есть вы должны это все как бы научиться чувствовать она тебя обнимает ты такой опа чуть я домой собрался до юрий теперь я хочу сказать что сегодня суббота такой же точно вечер там еще лучше вчера да то есть там тусовки какие-то дискотеки вечера ребят но у нас каждой группе кто-то там делает посты ну там или у кого-то случается секс я хочу чтобы кто-то взял на себе ответственность сегодня за то что он дать сегодня кого-то тяжелую миссию такую знаешь мужскую давно таких не было нет каких-то обычно 12 есть это там гулять урода которых в принципе моральных они ничего не хотят делать они там все временной принципе все что-то как-то карабкается энергетика очень хорошее задание тоже вчера мои сделала много людей и очень рад если все есть все остальные у него доделать будет очень круто но и с вас секс конечно сегодня надо ей звонить вот ты сейчас ее начнешь когда я вас израиле это брали более тем более тебе здесь всем всем иногородним особенно вы уж раз приезжаете знакомитесь пробуйте все знакомства перевести сразу же в средам там ну вот желательно потрахаться вообще женщины я понял на 700 2 короче такие ну одна интересная король короче заразился 2 2 девушки одна такая интересная красивая другая не очень много к ним такой короче они из германии но я начал с ними общаться туда-сюда хотел уже ну взять номер ну они уезжали сегодня ну я просто был доволен собой что она не пропустила короче патриках был самый такой не знаю для меня сложный сет там но ресторан они все сидят на улице столпа народа и сидит не заказался ты взросла пункту не не сидит красивая прям девушка охренительно я даже в чат кидал фотку с мамой такой взрослой тоже все таки красивые вокруг народ официант подошел я короче там к маме там трампам-пам там я трамп да вычета привет комплимент пообщался с официантом пообщался там все там девчонки вода она кстати девчонки девчонки вокруг какие-то мужики сразу что-то все разговоры замолчали это это покраснело начало сиськи прикрывать но чем короче в общем телефон она дала просто молча без разговоров и все нормально мы с ним потом созвонили ребят вот это челка вот это очень нравится когда они любят когда на них там все обращают внимание чтобы ну то есть ты зашел и при всех вот это сделал я еще говорю что вам ребят тоже иногда надо одеваться хотя бы нормально для начала чтобы когда вы заходите вот в бар или в кафе в ресторан женщина хочет чтобы ее мужчина который находился рядом с ней тоже как бы представительно выглядел и там все сразу таки ааа блять вот ну то есть ну то есть чтоб ей все завидовали и там в моменте вот все эти телки которые сидели смотрели там все завидовали потому что это красиво и охуенно смотрится за стороны когда чувак не зассал при всем баре еще в людном месте подошел то есть именно к ней она себя там она светится начинает чувствовать она просто понимаешь там еще долгая история почему они там начинают зажиматься сисьняться красить потому что несмотря на то что они на патриках прости господи они такие же мамы возможно также ну как сказать допустим сильно подвержены влиянию социального социальной оценки общественного мнения это вообще охуительно пример образом начинаешь привлекать внимание к ним им не комфортно от этого с одной стороны с другой стороны то есть они же и понимают что если мужик можете позволить запив хер вообще на окружающих устоять привлекая к себе внимание общаться нормально легко у них просто на уровне инстинкта какого-то что это блять самая сильная обезьяна в этом стояли дабы и у них сразу начинают включаться инстинкт как бы им там не было некомфортно ли все точно запомнили что буду там короче здесь саппорта этого нет к сожалению забыл его имя мы идем вместе с ним то есть я попросил меня пнуть и идут две довольно пиздатые девушки может да не китос никита никита по моему да вот альянса похожи тогда да 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 он еще по моему в джинс свой был этой фигне такой не ну не помню короче ладно не суть важная игры блин чувак не меня потому что мне что-то сложно идут две пиздатые девочки игры блин давай только не к ним но они сольют они идут с таким ебалом короче таки все на пафосе вот и и мы проходим мимо них я говорю ну про себя что фух заебись что не к ним играет разворачивайся и пиздой я короче разворачиваюсь подхожу самого внутри мандраж и часа самое прикольное я продержался с ними все четыре минуты взял телефон и у них была самая крутая реакция мне еще юра пнул до этого типа а чувака чё ты комплименты сыпешь то есть юра прям что мимо проходил горит пизда ты пизда значит меня порычал потому что я там стою я даже там стою девушки блин у тебя такая классная это классная то юра проходит к классная классные что-то ну короче нужда и вот я перестал это делать и я там уже нормально то есть я говорю ну там типа у тебя такая сумочка как у продавщицы арбузов там на рынке прикольно ты там типа приходишь наверно вскрываешь там алтын у тебя и кайфуешь по вещам у них охуенная была реакция вот и ну как бы я взял у нее номер несмотря на то что она говорила что у нее парень а потом у меня было две девочки они мне показались они мне показались крутыми две девочки и короче но оказалось что не так и у них была гораздо хуже реакция то есть мне показалось что они были неуверены в себе и когда я их описывал у них такая реакция была типа бля чувак там ты чего суть инсайта твоего в том что симпатичные девушки ну лично мне да я думаю большинству парням тяжело к ним подходить но у них реакция зачастую лучше потому что у них нет комплекс мне кажется в этом суть комплексы есть у всех просто у них реакция может быть зачастую лучше потому что к ним меньше подходит они как бы больше рады тому что если чувак подошел определенно значит априори он какой-то ну не с пенопластовым яйцом короче ну и опять же нет да и плюс если честно уж по большому счету нет такой корреляции что если она чем больше она симпатична или красивый тем больше она лучше будет с тобой легко общину позитивно общаться просто вы этого боитесь и ваш мозг все время думал что ну нет там вообще пиздец пошел на хуй сразу да да ты подходишь тут хорошая реакция у тебя разрыв шаблона такой но то что и там тебя могут так блять говном облечь что и тут и там то есть это никак не коррелирует с ее внешность вообще никогда не угадали я делал задание чтобы она послала нахуй я думаю ну никто не пошлет короче и тут но охуенная тёлка по манешке кстати догоняю я сразу пошел нахуй вот это везение блять я так рад был пиздец я сегодня уже кому-то говорил кто подходил каким-то блять кто-то из вас блять лучше вас пускай охуенная тёлка нахуй пошлёте вы будете там вот с этими кинем-то блять маленькими досками дедушками там ляля 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 так пожирую это пам 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 тем более там приехал там скирова 他 нахуй не вы нужны эти кирова тут и же гульки еще с обычными тёлками берите садрика и я подхожу к девушке и у нее реально какой-то такое ну платье или что это было я такой я хоть Ну, оно было похоже на пугало, я думаю, блядь, хочу сказать ей, что ты похожа на пугало, да, и, ну, я сначала, слушай, извини, говорю, но ты, блядь, вот это твое платье, оно реально, блядь, как будто пугало, короче, и она такая, что, блядь, и, короче, и после этого она слушала каждое слово, блядь, которое ей сказал, поэтому, И набирал, там, телефон уже, знаешь, я сейчас записываю, как раз, для своего этого, не, я в том плане, что ты сначала, ну, как бы, было стремно сказать, вот, какую-то негативную, да, вот эту оценку? Ну, ее можно, опять же, было сказать как-то относительно с приколом или смягчить, но сама ты такая милая, там, бла-бла-бла, то есть, блядь, и это даже нужно, если у тебя вылезла такая мысль, когда Денис вначале говорил, не надо их, там, обсирать, и не надо негатива, это значит, что не надо, как, вот, блядь, Серега, там, похороны смерть, короче, пиздать, тебе, черная майка, ну, так и закопаем, это значит, если тебе один раз захотелось, ну, пожалуйста, это наоборот, ты прокачаешься и увидишь для себя, что, нихуя себе, все нормально работает, несмотря на то... Нет, я в том плане, после этого, она, ну, очень сильно слушала меня и как-то велась.